Юных талантов со всей области ждут организаторы конкурса «Нас 20 миллионов». Он нацелен на выявление и максимальную поддержку творчески одаренных детей. Накануне в Твери состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали журналистам, от кого они ждут заявки и в какие сроки. Всероссийский конкурс творчества «Нас 20 миллионов» нацелен на выявление одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства. Он включен в 10-летний план мероприятий, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации. Среди его организаторов – ведущие столичные консерватории, театры и академии. Основная работа лежит на фонде развития культуры во благо и правительстве Тверской области. Губернатор Игорь Руденя отлично понимает важность проведения мероприятия такого уровня именно в нашем регионе. Это брендовая вещь. У нас в области, когда мы начинали, с губернатором разговаривали, нам надо больше брендов, которые привлекают людей сюда, видят, что наша область развивается, что мы проводим мероприятия, которые являются не только нашими внутренними, но и общероссийскими. Когда-то начинавшийся с 42 участников, этот Всероссийский детский конкурс в последние годы собирает десятки тысяч талантов со всей страны. Свою заявку могут подать как воспитанники музыкальных школ, дворцов культуры и прочих профессиональных учреждений, так и просто любители самоучки. Что касается видов творчества, то организаторы ждут практически всех. Что касается инструменталистов, это любые виды инструментальной музыки. Что касается вокала, это и классика, и народное пение, и эстрада, и джаз. У нас есть примеры, мы сотрудничаем и с роковыми группами, поэтому если ребятишки это делают шикарно, мы их ждем у себя. Конкурс проводится по четырем номинациям в несколько этапов. Первый – это прием заявок, который состоится с 1 по 30 ноября. Возраст участников от 6 до 16 лет. При этом организаторы отмечают, что если ребенок чуть помладше или наоборот постарше, то для настоящих талантов сделают исключение. Впереди достаточно много работы. Прием заявок, который будет проводиться в течение месяца. Затем компетентный жюри, как уже было сказано, будет заниматься непосредственным отбором. Поэтому думаем, что это будет один из самых ярких проектов на территории региона. Просмотр самих выступлений состоится в декабре в Твери в ходе второго этапа. Прошедших в заключительный раунд в январе-феврале ждут мастер-классы ведущих педагогов Московской консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Столичного музыкального училища имени Станиславского и Немировича Данченко. Субтитры создавал DimaTorzok